МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Сегодня утром при атаке дрона ВСУ на село Устинка Белгородского района погиб тракторист. Дрон атаковал технику прямо на поле. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков. Супруга тракториста, которая в этот момент находилась с ним рядом, госпитализирована с осколочным ранением. Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил сегодня о смерти в больнице еще одной Белгородки. Женщина получила тяжелое ранение еще полторы недели назад. Спасти ее не удалось. В Грайвере НевСУ нанесли удар с помощью дрона Камикадзе по социальному объекту. У сотрудницы учреждения диагностировали сотрясение головного мозга. А в селе Никольское и Шебекинского гурокруга во время воздушной атаки со стороны ВСУ пострадали двое детей. У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго повреждены грудная клетка, предплечье и ноги. Оба доставлены в областную детскую клиническую больницу. В Старооскольском городском округе продолжается установка модульных бетонных укрытий. Первые 15 были установлены чуть больше месяца назад. В очередной партии 10 конструкций, 5 из которых уже разместили. Еще 5 смонтируют до 25 июля. Работы находятся под личным контролем главы администрации Андрея Чеснокова. Модульные укрытия устанавливают в местах массового отдыха людей, на территориях вблизи подземных убежищ, на набережных, а также у остановочных пунктов. Внутри конструкции могут одновременно находиться до 30 человек. Снаружи нанесена надпись «Укрытие» с указанием направления ко входу. Помимо этого, с внешней стороны «Укрытие» будет обязательная табличка «Аптечка здесь», телефоны экстренных служб и направления. Если аптечка не в укрытии, как правило, сами понимаете, что мы ищем ближайшие точки, точки, где круглосуточные или с долгим пребыванием, где располагаем аптечки. Внутри располагаются плакаты по действиям оказания первой помощи. То есть подробная инструкция, пошаговая, наглядная, цветная, красивая. Ну, дай бог, чтобы она нам не понадобилась. Кроме модульных бетонных конструкций, на территорию округа дополнительно устанавливают укрытия из блоков ФБС, которые также могут защитить от ударной волны и осколков в случае ракетной атаки. На сегодня произведен монтаж 15 из 30 таких сооружений. Остальные разместят в ближайшее время. А вот чистота внутри них зависит уже от самих старооскольцев. В Старом Осколе вторая гибель ребенка на воде за последние две недели. В воскресенье на территории базы отдыха «Шоколад» утонул подросток 2009 года рождения. Его тело обнаружили водолазы поисково-спасательной службы. Как избежать смертельной трагедии на водоеме – в репортаже Анастасии Проурзиной. Несчастье произошло на песчаном карьере. На территории базы «Шоколад», недалеко от оборудованного для купания пляжа. В воскресенье здесь было многолюдно. Но, как тонет подросток, никто не заметил. На базу отдыха 15-летний парень приехал вместе с родными. Компания отдыхала в беседке. Он отдыхал вместе с родителями, с бабушками. К сожалению, родители не досмотрели за ним. Ребенок плавать не умел. С двоюродным братом зашли в воду вот в этом месте. Пошли туда. Далее брат поплыл, потому что там уже довольно-таки глубоко. Отплыл вот за строение, оборачивается, а младшего уже нет. Он возвращается назад, думал, что он пошёл к родителям. Пока начали выяснять, где он есть, ребёнок погиб. В МЧС позвонил охранник базы. Водолазы приехали быстро, но им оставалось лишь найти тело. Инспекторы ГИМС напоминают, находиться возле водоёмов дети должны только в присутствии родителей. И главное помнить – мало быть рядом, нужно не выпускать ребёнка из поля зрения. Это касается не только мест, не предназначенных для купания, но и официальных пляжей. Иначе штраф – это в лучшем случае. При купании ребёнка материалы направляются в комиссию по делам несовершеннолетних, куда вызываются родители и сам, соответственно, ребёнок. Заседание проходит в определённые дни. Здесь накладываются штрафные санкции, рассматривается это индивидуально в каждом случае. Накладываются штрафные санкции, которые должны иметь определённое воздействие и на родителей, и на детей. Административная ответственность родителей, как правило, не пугает, как и опасность отдыха на необорудованных пляжах. Помимо того, что там нет спасателей, на дне, глубина которого неизвестна, могут быть поваленные деревья, строительный мусор, осколки от бутылок и острые камни. Всё это становится не только причинами серьёзных травм, но и настоящих трагедий. Рейды по берегам Оскольских водоёмов инспекторы МЧС проводят регулярно. Но отдыхающих на диких пляжах меньше не становится. Больше всего здесь подростков. «Места только установлены для купания. Как юность, весенний, шоколад и какой там у нас воронник. Так сейчас на Ленина есть. На Ленина есть 17 героев. Это типа набережная, на набережной перепаде. То есть там, где есть спасатели». Безопасный отдых возможен только на пляжах с дежурными спасателями. Именно они в случае экстренной ситуации придут на помощь. «Тонут как и взрослые, так и молодые. Стараемся это всё предотвращать. На воде всегда нужно быть аккуратнее. Всегда непредсказуемая. Парень, 20 лет. Не на большой глубине зашёл в воду. Стало плохо. Что-то сердцем. Мы его сразу на сушу. Всю первую медицинскую приложили, что могли. Вызвали скорую. Всё, обошлось без происшествий. Жив-здоров». Для купания в округе этим летом оборудованы 11 точек. Городские пляжи в микрорайоне «Юности» в «Весеннем», на реке «Оскол» в районе улицы 17 Героев и на пляже рядом с базой отдыха «Шоколад». Также база отдыха «Славянка», «Горняк», «Вместе парк», пляж неподалёку от инспекции маломерных судов, «Сосновый бор», а также на реке «Убля» в селе Воротниково и в селе Городище. Но, по данным Роспотребнадзора, купаться ни на одном из них нельзя. Пробы воды не соответствуют нормам. Анастасия Проурзина, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Снимки родников, фонтанов, ручьёв, пробивающихся сквозь асфальт, всё чаще публикуют староскольцы в местных пабликах. Причина почти всегда одна – изношенность сетей водоснабжения. Сегодня водоканал устранил три порыва, один из них в микрорайоне Восточном. Авария здесь произошла ещё в начале июля. Почему так неоперативно, расскажет Елизавета Очкасова. Утро у рабочих водоканала началось сегодня в микрорайоне Весеннем. Пока здесь устраняли порыв, который произошёл несколько недель назад, по соседству в микрорайоне Молодогвардеец появился ещё один. Но оперативно ликвидировать новую аварию не получилось. Очередь. Катастрофически не хватает специалистов. Раньше тоже не могли устранить в связи с тем, что количества людей не хватает. На участке для справки должно быть общее количество – 32 человека. На сегодняшний день их 7 человек. Если говорить более конкретно, то на участке должно работать 6 бригад. На сегодняшний день по факту количество людей хватает только на одну бригаду. Проблема налицо. Или в данном случае на дорогу. В микрорайоне Восточном, в районе дома номер 2, по словам местных жителей, вода течёт с начала июля. По ручью уже можно пускать бумажные кораблики. До соседнего квартала Надежды они точно доплывут. Сегодня приступили к устрадению этого порыва. Порыв, который будет устрадать в колечке бригада, эскалатор, который будет раскатывать. Это установка вакуумная, которая производит откачку воды из приявка и колодца, для того, чтобы добраться именно до того свещения, где произошел разрыв трубы. После этого бригада свесарей, количестве двух человек и сварщика будут поднять порывы под руководством, мастера. Срок устранения порыва в микрорайоне Восточном пока неизвестен. Вскрытие покажет. Сколько времени займёт устранение порыва, вам не могу сказать. Это будет зависеть от того, когда встроим трубопровод, увидим, что там. Там, возможно, может быть, это ремонт, обойдёмся хомутом. Может быть, это придётся ставить жабой, если жабой это более длительное время занимает, потому что нужно вырезать участок трубы. Ещё один порыв ликвидировали сегодня в Песчанке. А всего с начала июля Водоканал устранил 36 аварий на сетях холодного водоснабжения. Елизавета Очкасова, Евгений Левошко, 9 канал. Волоконовский комплексный центр социального обслуживания населения получил новое медицинское оборудование. Лечение здесь проходят пенсионеры и инвалиды не только со всего нашего региона, но и с соседней Воронежской и даже Московской областей. Ежедневные процедуры теперь стали доступнее, а их общее число больше. Современную технику приобрели при содействии благотворительного фонда поколения депутата Госдумы Андрея Скотча. Кроме того, благотворительная организация помогла и юной жительнице посёлка. Подробности в следующем репортаже. Комплексный центр – это, по сути, пансионат. Гости здесь живут, отдыхают и проходят курсы различных процедур в зависимости от заболевания. Ежегодно своё здоровье поправляют больше тысячи человек. В физкабинете теперь появилась новая техника. Это аппараты инфракрасной, магнитно-лазерной терапии, низкочастотной терапии, а ещё новые нагреватели, в которых будут растапливать парафин и лечебные грязи. Сюда закладывается, включается, выставляется режим, температурный режим. Вот у нас есть вот такой вот поджин, салфеттик, специально для любых суставов. Благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скотча не впервые помогает учреждению. В декабре минувшего года сюда уже поставили пять единиц медтехники. И вот новая партия. Всё это направлено на предотвращение развития серьёзных заболеваний и продление активного долголетия. В нашем случае это уже меры, направленные на профилактику. Наша основная цель, мы знаем, это увеличение продолжительности жизни наших жителей. И именно здоровой, активной жизни. Вот здесь они получают заряд бодрости и, конечно же, поправляют своё здоровье. Активнее и мобильнее теперь будет и 10-летняя Александра. Из-за болезни она пока не ходит, но посещает обычную школу, гуляет с друзьями, помогает маме по дому. Новая электрическая коляска – большое подспорье во всех делах. Старое кресло было очень громоздким. У нас обычная коляска, если так, по внешнему виду, она в два раза больше этой, и в ней можно мамонтёнка возить. Она очень неудобная и очень тяжёлая. Теперь я могу сама свободно кататься, могу встречаться с друзьями, гулять с ними, веселиться. Я могу не позвать маму, чтобы, например, попасть куда-то, например, на кухню, например, в ванную. А ещё Александра радуется. Она, наконец, сможет отвечать в школе у доски. На старой коляске было сложно выезжать между партами. Ну а мечта у ребёнка – встать на ноги с этого пусть и удобного и современного средства передвижения. Предпосылки и успехи есть. А главное – вера в себя и медиков, которые делают для этого всё возможное. Навсегда во мне упорство, не даёт скоготь всё тело. Верьте, я дойду до цели. Верьте, я смогу добраться. Говорить я буду лучше не всегда, но буду, верьте. Помогите, поддержите, дайте мне дойти до цели. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Незавета Ачкасова. Здравствуйте. В Центральном федеральном округе стало прохладнее. В начале недели температура приблизится к климатической норме. Касается это и Старого Аскова. Во вторник, 22 июля, днём синоптики обещают пасмурную погоду. 24-26 градусов тепла. К ночи температура опустится до 19 градусов. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 743-744 миллиметра от пятного столба. Рассвет 4,40, закат 20-29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова